Реклама Здесь у нас не получилось, в этом здании, потому что там невозможно сдемпфировать ударные звуки, из-за того, что ребра жесткости примыкают плотно к плитам перекрытия. Поэтому мы решили в Подмосковье построить здание под репетиционную базу, и сейчас мы туда выезжаем. Приглашаю всех поехать с нами. Уважаемые любители рок-музыки, на своем железном коне немецкой породы мы выезжаем на место будущего строительства репетиционной нашей базы, будущего дворца рок-н-ролла имени Волощука СД. И едем мы очень профессиональной и сплоченной командой. Во-первых, со мной едет мой старый добрый товарищ и опытный прораб Василий Александрович, который и будет руководить стройкой. А во-вторых, с нами едет еще и опытный геодезист Евгений, который будет делать разбивку будущего здания и привязку его к местности. Но не забавы ради, а только для того, чтобы мы могли затем согласовать построенное здание в местной администрации, и соответственно имели возможность официально подключить его к местным инженерным сетям, чтобы правильно его посадить на местности. Уважаемый любитель рок-музыки, вы спросите меня, а что это за земельный участок, где мы собираемся построить дворец рок-н-ролла? Честно отвечу вам, это наша семейная дача с садом, парком и огородом. Вот мы и решили пожертвовать частью огорода и именно там построить нашу репетиционную базу. Раз в Москве не получается, значит будем строить в Подмосковье, тем более, что это совсем рядом от Москвы. От центра столицы, где мы живем, до нашей дачи езды в среднем один час. Если ехать на репетицию с утра, то получается на выезд из города, то есть против течения машин, которые едут на работу в Москву. А вечером, после репетиции, обратный процесс опять против течения машин, которые поехали после работы назад, домой, в сторону области. Поэтому, что так, что этак получается в среднем час на дорогу, без пробок. А любой москвич знает, что это и есть средние затраты на дорогу на работу. В каком районе Москвы ты бы не жил и где бы ты не работал. В среднем час. Поэтому считаем, что мы приняли правильное решение. Прибыли на место дислокации. Вот именно в этом месте мы и поставим... Вот это наш геодезист Евгений. Сейчас мы проведем геодезическую съемку, чтобы точно установить границы участка. Для этого нужно сделать профессиональную геодезическую съемку. Вот именно для этого мы сюда приехали. Повторюсь, мы решили пожертвовать частью огорода, на котором выращивали овощи. И двумя чудесными березками, которые мы посадили 15 лет назад. И теперь придется их спилить. Ну а что делать? Искусство требует жертв. И геодезист Евгений приступил к разметке участка. Так как очень важно не допустить размещения здания с нарушением санитарных норм и норм отступа от соседних земельных участков. Иначе построенное здание нам официально не зарегистрировать и не подключить к поселковым инженерным сетям, а именно к электричеству и газу. С учетом консультаций специалистов по звуку и звукоизоляции, которые порекомендовали делать репетиционный зал площадью не менее 60 метров квадратных и с высотой потолков не менее 4,5 метров, мы решили строить прямоугольное здание длиной 15 метров и шириной 8 метров. Общая площадь получается 120 метров, из которых сам репетиционный зал займет половину, а в другой половине мы сделаем режиссерскую комнату, туалет, душ, комнату отдыха, кладовую и бойлерную. Этой площади вполне достаточно. И пока я вам рассказывал о наших планах, наш опытный геодезист Евгений при помощи своих чудесных геодезических приборов все разметил и записал. Геодезическую съемку закончили, реконструктуру на местности провели, теперь погружаемся назад в машину и едем в Москву. Сновременно защищем время, сколько будем ехать. Все, господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова